Все выше и выше и выше. Настроения с фондовых рынков, по мнению специалистов, перекинулись на продуктовые. Ценники на прилавках переписываются буквально каждый день. Продавцы сетуют на то, что стоимость поднимают оптовики, а покупатели лишь ежедневно констатируют новое повышение. Морковь была 25 рублей, а сейчас 35. Сахар подорожал, вот что. Я последний раз брала 41, сейчас 60, а в киосках 70 и выше. Яйцо подорожало, сейчас 71 стало яйцо, на 20 рублей общий. Сыр можно было и за 250, и за 270, сейчас уже 400 и 500 рублей. А молоко вот в этой киоске, все было 27, 28, 2 и 5, 3 и 2, а сейчас 32 и 34. Ну куда это к дьяволу? Поднимаются на все консервы, на все буквально. Каждый завоз, как правило, 3 и 5 рублей. А каждый раз, видите, я говорю, это не то, что сегодня только взяли. Раньше-то было действительно, один раз повысили, допустим, в квартал на 2-3 рубля и все, тишина, а сейчас нет. Что еще? Мясо подорожало, масло растительное, вот я покупаю, тоже очень сильно подорожало. Самое дешевое 37, сейчас оно самое дешевое 56. Вот я сейчас подошла, смотрю майонез, 26 рублей. Беру, подходит женщина и его меняет на 31. По-моему, вопросов нет. А ты еще чего несу? Что несете? А чего несу? Вон два десятка яиц, он кефир, вон сыр. Все? Вот что хочешь, что ешь. И в урочку тоже упали у нас. Например, оборота очень мало. Вот тяжело, вот где-то полтора месяца, уже почти два месяца очень тяжело работать. Сыры повысились очень намного и очень дорого. Средним покупателям не просто, не по карману. Почему на базах поднимают цены, это вопрос. Ну, все почему-то считают, что кризис большой. А в чем кризис, я не понимаю. Вот нам говорят в правительстве, что повышение 7-10%, да никакие не 7-10, а 50%. Уже пора за это браться и уже что-то решать. После общения с продавцами и покупателями мы выявили лидеров продуктового роста. Вот основные позиции. По сравнению с прошлым месяцем цены на сахар, яйца и гречу выросли на 20-25 рублей. Причем это не разовое повышение, а цены растут постепенно, но постоянно. Федеральные антимонопольные службы заявляют о том, что продуктовые рынки берут пример с биржевых, а торговцы пытаются играть на страхах населения. Страхи сейчас главное, главное, что влияет на ситуацию на рынке. Именно страх. Именно страх разогревается в том числе и недобросовестными торговцами. Вместо того, чтобы просто торговать и зарабатывать свои 10% торговой наценки, они пытаются быть биржевыми торговцами, играть на повышение. Ну, что я могу сказать? Для кого-то это уже закончилось протоколами, штрафами для кого-то закончится. Кстати, по поручению правительства России, ситуацию на продовольственном рынке с начала недели отслеживает и прокуратура. В Нижегородском управлении нам сообщили, что проверку начали и первые результаты обещают обнародовать завтра. Продолжение следует...